Всем доброе утро. Всем привет. У нас еще такая темнотища. Везем Максима в детский сад. Будет он там сейчас, наверное, сначала гулять, а потом уже не пойду в кругу. Там все. Они обычно по утрам гуляют до восьми. Ну а мы сейчас будем заниматься дома, будем делать подсветку. Нам сегодня будут делать шкаф встроенный. Наконец-то, да? Да. Сейчас все вещи разложим, и все будет у нас по местам лежать. Да, я думаю, сегодня все разложим. Ну хотя загадывать не будем. Ну разложим-то, может, и не разложим все еще до конца. Дел просто много, потому что надо и дома еще дела делать, надо еще и с машинами с моими заниматься. Поэтому, в общем, сегодня дел полно. Завтра их будет столько же много. Если еще не больше. У тебя вообще много. У тебя там вообще дофига дел. Если там вообще насыщенный день будет. В садике, да, Максим? Да, не в садике. А где? Дома. А, после садика. Макс что-то недовольный такой. У тебя после садика будет дел много? Ну. Ну. Вот, понятно. А у тебя какие дела-то? Ну-ка, расскажи вам что-то. Ну, просто, ну, мы же не в курсе. Мы-то, конечно, не в курсе. Ну, что там у тебя какие дела-то? Машинку твою надо сделать еще? Какую? Визальную. Визальную. А, ну, понятно. Вот такие, да, у тебя дела? В Майнкрафт поиграть, да? Да. Ясно все. Деловой ты человек. Че сказать? Пыль протереть. Пыль протереть еще. А, пыль еще протереть? Это очень нужно, да. Молодец. У нас Максим очень хозяйственный. Ну, ты не тем занимаешься, Максим. Он вчера полы помыл, диван собрал. Че он там еще сделал? Застелил. Застелил пледом. Это просто, видишь, ну, папа на работе, поэтому Максим не знает, что надо ему делать. Поэтому Максим, да, помогает мне. Ну, молодец, все равно. В общем, сейчас мы поедем, приедем домой и будем заниматься делами. Так, мы дома, мы позавтракали, и сейчас Коля будет убирать все эти коробки. Мы там собрали диван и будем вот сюда вот все составлять, вот просто посреди комнаты. Ну, пока так. Потому что, ну, шкаф соберут, и мы все это будем раскладывать. Либо просто по краям раскидаем, чтобы диван потом вечером разложить. Да, сейчас все это дело соберем. Потом, может, свечер в шкаф там просто скидает. Потом опять вытащим. Ну, короче, посмотрим еще. Просто мы сегодня много очень дел. Будем все снимать. Везде будем все показывать, где ездим, что делаем. Ну, давай тогда все это убирай. Скоро уже должны просто приехать, а у нас тут еще ничего не убрано. Да, буквально 8 минуты на минуту должны подъехать. Давай, ладно, будем разбирать. Сейчас Коля тут все уберет, все эти коробки. Я там пол протру, чтобы частенько было. А то вот за все это время я там, не знаю, ну, в самом начале, как помыла пол и все. Больше я туда не лазила. У нас приехал шкаф. Частично пока приехал. Еще не весь. Еще дверцы не приехали. Здесь я уже все убрала, помыла. Ну, Коля убрал, я помыла. Боня не понимает, что происходит. Ого, вот эти вот туда их. Под самый потолок. Да. У нас тут Максим недавно залез на свою кровать и решил потрогать потолок руками. И говорит, у нас потолок резиновый. Он прям удивился, что он ходил ходуном. Ну, в общем, ладно. Коля пока тут будет перетаскивать, а я пошла видео монтировать. Коля тут у нас лежит, загорает. Пока нам там шкаф собирают. Коля делает свет. Светодиодную ленту он уже профиль вот этот вот присоединил вот к этой части. И туда мы пустили ленту. Ее уже туда приклеили. И Коля теперь делает уголочек. Сейчас он там все скрепит, чтобы все везде контачило. Ну, тут в принципе все просто. Вот этот профиль тоже Коля уже прицепил. Ну, ленту сейчас. Коля здесь уголочек сделает. Приклеим туда ленту. Ну, и потом включим, покажем, как это все будет светиться. Коля решил сразу сделать вот эту вот панельку на место поставить. Теперь у нас тут не будет дыры. Сейчас Коля все замеряет и вырезает под розетки. Ну, вырежет сейчас. А вот эту вот штучку сверху сделаешь, да, вот так? Да. Сейчас, да. Штанцы с половиной получились. Ну, вот мы там все подцепили внизу. Коля сегодня прям в ударе. Вот так вот все работает теперь. Да, вот, классно теперь вообще. Видно? Телефоник, да? Это вообще прикольно. Да, да, вообще, да? Угу. Так, как получилось. Да, я сейчас здесь все помоем, потому что здесь немножко наморали. Здесь вот получается была такая, как она называется правильно? Ну, такая вот заглушка. Вот такая вот штучка была. Вот такая вот такая. Ну, так как она широкая, и получается здесь щели за нее еще больше. Да, она прозрачная. Смотрится, это ужасно. Короче, мы решили без нее. Вот здесь вот пошел уголочек маленький. Это сейчас Коля закроет уголком. Ну, плинтус или как он называется. Да, сейчас с плинтусом все это дело закроем. Ну, все. И будет у нас кухня полностью практически готова. Так, ну-ка, давай сразу посмотрим, как он будет. Ну, его отрезать придется. Да. Немножко. Короче, вот такой вот плинтус у нас. Ну, давай я уберу здесь все, и потом будем уже заниматься. Ну, потом уже заплюлся, мегалары. Вот мы уже делаем этот плинтус. Вот с этой вот стороны уже пределы у Коля. Вот так вот. Нет. Где выключатель, решили мы вот так вот сделать. Получается, обрезали. Ну, и сюда нужно будет одну заглушечку еще купить. Беруа. Потому что у нас они закончились. Выключатель тоже. Коля там немножко подрезал его, потому что он не входил почему-то. Вот, сейчас будем вот эту сторону делать. Ну, и все, и уже кухня у нас будет готова. Коля сейчас будет приклеивать выключатель. Решили мы, что пока вот сюда приклеим, потому что мы полочку все равно не будем только брать. Ну, а потом, если что, на крайний случай, можно будет отклеить этот скотч. И перевешивать другое место вниз там, например. Вот, кстати, плинтус вот так вот получился у нас. Ну, это мы все уберем. Эти лампочки все лишнее. Вот так вот идет, 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 идет. Ну, и вот мы пришли к микроволновке. Так, смотри. Смотрю. Сюда на него вот так вот повеши. Ну да, типа так. Наконец-то кухня готова. Осталось нам только вытяжку. Ну, и так по мелочи еще куча всего. Да, ребята, ребята, хочу сказать. Я заделал эту дырку. Все, видите, все четко. А то там все пишут, пишут, да? Да, да, что дырку заделай, заделай. Я заделал просто, как бы так объяснить, руки не доходили. Бывает такое вот, как бы. Но сегодня появилось настроение, я сделал все. А до этого как-то, ну вот, ну неохота, что ли, я не знаю, объяснить. Ну, вот эту штуку просто одну. Ну, вот тут все убирать, все это самое, чтобы сделать эту штуку. А так как сегодня было все убрано, поэтому, да, ну сразу я решил все просто сделать уже конкретно. По сути, все на кухне, все закончено, да? Да, и у нас, кстати, уже вечер. Мы сейчас быстренько покушаем и поедем за Максимом уже, потому что время 5 часов, уже пора его ехать забирать. Все, мы едем за Максом. Вернее, мы уже подъезжаем тут недалеко ехать. Сейчас быстренько заберем его и поедем дальше в магазин по Полиным делам. А потом поедем, получается, я хотел сказать, что мы поедем домой, я вспомнил, точно, мне же еще надо в магазин заехать. Мы сейчас заедем в магазин, получается, потому что его просто закроется сейчас скорая, поэтому я, ну, не успеем заехать домой. Потом приедем домой, я коробки помогу Свете там, ну, перетащить, получается, ну, точнее, я перетащу коробки. Туда, ну, ближе к шкафу там, в коридор, в общем, вот. Не поеду заниматься машиной, потому что сколько времени я буду, я даже не знаю. Но я думаю, часа 3-4 где-то, вот так вот уйдет время. Ну, и все, я, в принципе, и приеду домой, а завтра с утра, сегодня просто весь день на кухню ушел. Ну, кухня реально так долго занимает время все, потому что где-то что-то не получается. Когда особенно делаешь первый раз, оно где-то что-то не получается, где-то что-то не сходится, то есть такие моменты. Вот. Ну, все, сошлось, все получилось, все здорово. Ну, день прошел. Да, день прошел, да. Поэтому поедем по магазинам уже завтра. То есть, ну, в каком плане поедем? То есть, мне нужно купить штаны себе, которые потерянные, потому что без штанов это вот искать, там это все, это, короче, не то. А мы, кстати, шкаф-то не показали, ну, мы сейчас приедем домой туда, я покажу. Там двери еще не сделали, я его так помою внутри. Двери потом сделают, покажу. В чем причина, почему двери не поставили? Потом, получается, штанами нужно будет взять и нужно будет взять ботинки зимние мне и Свете и Максу. Как бы вот такой момент. В общем, завтра у нас планы такие, что мы поедем немножко приоденемся, приобуемся. И потом дальше будем решать, что делать. Еще эту вытяжку уже нам надо, сегодня не успели, мы планировали сегодня вытяжку посмотреть. Мы завтра поедем пока по магазинам, то есть пока шопинг, так сказать, будет. Пока туда-сюда и все, и время опять будет уже поздно. Поэтому уж там уже за Максом надо будет ехать. Мы, может, заодно куда-нибудь заедем за вытяжкой, посмотрим по пути. Я все-таки так и не знаю, все-таки, блин, сенсорная эта вытяжка, она, кстати говоря, с пультом. Ну вот нам пишут, чтобы мы сенсорную взяли. Ну вот я не знаю, какую лучше все-таки, ту или ту, блин. Конечно, сенсорная она лучше, потому что кнопки эти плацают так громко. Ну и плюс пишут, что они залипают потом. Не, ну а сенсорной кнопки, он видишь, тоже говорил, что нам их приносили три раза. Но опять же, вот допустим, я просто знаю, как продавцы работают. Есть люди, да, у вас, как бы, ну, с кем можно пообщаться, продавцы, да. То есть у них же тоже зарплата зависит от того, типа там, ну, смотря какую технику продал. То есть там тоже от этого, это их не заработок, грубо говоря. Поэтому они начинают рассказывать, типа, вот это хорошо, а вот это плохо. Бери, типа, вот это, потому что он больше заработает. Бери, типа, вот это. Ну, вот такие нюансы я знаю сто процентов, что, как бы, им верить, поэтому нельзя. Поэтому, вот, как бы, не знаю. Ну и мы, как бы, дорогую вытяжку не можем взять. Вот написали, что, ну, типа, дорогая вытяжка сенсорная, хорошо работает. А там она, как бы, не так дорого стоила, поэтому, может быть, она и правда какая-то не очень. Ну, в общем, не знаем, пока мы думаем по поводу вытяжки, какую лучше. Ну, наверное, сенсорную, наверное, лучше. Мы забрали Максима. Мы уже съездили в магазин. Скажи всем привет, Максим. Привет, привет. Я все купил, что хотел. Сейчас мы поедем домой. Коробки эти убирать, да? Наконец-то Максим так ждет, пока мы домой приедем. Ну, мы же с коробки, я же с коробки помогу убрать, Свети, и поеду заниматься. Ну, давай, хоть так. Я смотрю, что дома изменилось. Вот, дома сейчас мы тебе знаешь, покажем. Вообще ты сейчас имеешь, изменилось многое. Надо реакции снять, реакции Макса на изменения. Да. Да, Максим? Мы приехали в Ленту, закончилось у нас молоко, а Максим у нас утром, по утрам пьет молоко перед садиком, поэтому нужно купить. А, ну, еще в сладости нужно зайти обязательно. Как же без этого? У меня же тут семейка сладкоежек. Это не мой отдел. Не твой отдел? Идем в отдел Макса. Ну, вот, мы зашли в отдел Макса, сейчас он здесь себе что-нибудь возьмет. Где они? Там не губачки, там губы вот такие я возьму. Фруктовые жвачки? В банке, что ли? Нет, помнишь, добавленные. Ну, я помню, но что-то я тут их не вижу. Не видать фруктовые жвачки. Где эти? Где они? Макс убежал. Уже опять с нутеллой. Да, ну, просто пока на партии надо брать. Так, а ты-то еще не доел, по-моему. Ну, я знаю, что ты не доел, надо брать. Ну, потому что, прикинь, вот я доем ее через два дня, яхция кончится, и все. Ну, вообще, капец будет. А, вот они жвачки. Вот эти ты хотел? Вообще, мы сейчас пойдем молока возьмем. Максим себе там, ну, каждый помаленьше себе купил. Там я себе пасту, Максим, шоколадку себе взял. Аленку, конфетку. Да, там бон-пари, там чай. Ну, и все, по сути. Сейчас сейчас зайдем молока возьмем. Все, сегодня не из-за кубка, сегодня так, чисто мы по пути, в общем, ехали и заехали. Грубо говоря, из-за молока. Какой варенчик сходили? Ну, и к чаю взять что-нибудь. Поэтому сейчас мы, в общем, поедем домой. Макс, сейчас себе же йогурт возьмем, я думаю. Ну, пускай бежим. В молочном отделе. Я врезался. О, давай в доме деревню возьмем. Давай. Коробки, давай возьмем. Берем в коробках. Прям вот так. В коробках долго хранится. До какого оно там, до 21-го года, восьмого месяца. То есть 10 возьмем, да? Да. Так. То есть сейчас еще 10 возьмем, да, чтобы потом, ну, много не тащить за раз. Ты эти будешь? Ну, эти и эти будет. Тату надо посмотреть, чтобы нормальная была. До 31-го декабря. А, нормально. Это 24-го декабря. Ну, я эти 24-го декабря буду. Успеешь, да, выпить? Ну, я их выпью за день. Ну, все туда, пойдем. Эти будешь брать тебе, нет? Он два. Новогодние. Новогодние, говорит. Тоже уже рисунок поменяли на новогодний, да? Давай, бери и пойдем. Ага. Так, дата до 26-го. Дата надо всегда смотреть. Макс сейчас будет подсветку смотреть первый раз. Максим первый раз зашел на кухню. Круто? С подсветкой. Смотри, Максим, я эту штучку заделал. Я буду хвалиться теперь. Месяц, что я все-таки ее заделал. Вот эту, видишь, да? И этот уголок, смотри, у нас все четко. А ты куда полез там, Максим? Осталось дверку купить сюда. Осталось дверку и вниз, и вот тут уголок дырявый. Уголок это прям, ну, пока душа не лежит, короче, к нему. Вот, получается, сюда дверку и сюда дверку еще купить, и все, и будете чики-бабанить. Самое главное, сюда дверку, потому что здесь вид какой-то прям не очень. Мне нравится, что вот эту вот дырку я заделал, ну, прям даже смотрится, знаешь, как-то это, ну, прям, круто. Подсветка вообще, прям, вообще шикардос просто. Как тебе, Максим, подсветка? Идеально. Идеально? Вот выключаешь, да, теперь, Юэй, вообще такое ощущение, знаешь, как будто, ну... Как будто чего-то не хватает. Да, 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 прям, знаешь, вот выключил, да, я прям, как-то стремно, да? Так, я поняла, теперь Максим будет все время сюда лазить. Давай, включай, Максим. Чтобы включать подсветку. Погоди. Я очень стреляю. Ну, на коленку, да, встань на коленку, на одну, давай. Оп. Ну, слушай, да, светка, я вам покушаю. А знаешь, что, я хотел посмотреть, как будет в темноте. Давай, выключай свет. Ну, слушай, вот так вот, допустим, пришел, да, покушать, ну, ночью, да, я имею в виду. Весно, ночью, там, чик, это, да, включил, вот, смотри. Так сказать, зона готовки, ну, тут как стоять, зона, да? Да, все видно. Все четко, да, вообще все лягает, все хорошо. Как в ресторане. Еще хочу сказать один момент, вот, если посмотреть здесь, почему я сделал в профиле, а не просто ленту эту приклеил, и все. Потому что это ленту, во-первых, она будет отваливаться, кто бы что ни говорил, там, вставленный скотч, все равно на кухне есть влажность, готовят, и все остальное. Она в любом случае отвалится, рано или поздно, там, пройдет месяц, там, полмесяца, там, я не знаю, там. Да, конечно, она отвалится, тут спорта нет. Она отвалится. Это раз, во-вторых, она греется. Это тоже очень плохо. А в профиле, во-первых, рассеиватель стоит вот здесь. Это, ну, она, ну, не светит в глаза, не бьет. Это раз, во-вторых, защищает от всякого пара, от всякой фигни, и ничего никуда не отвалится, потому что профиль прикручен, как бы. Поэтому она всегда будет там. Если держать профиль, отвалится, ничего страшного. А еще, Коля, лоток обрезал, и теперь осталось нам... Дайте поглядеть. На, погляди. А ты не видел его, что ли? Ты же видел вчера его. Подложки, вилки. Нужно будет там тоже все убрать. А, еще надо этот ящик доделать, да. Да, накупить на него подлиннейшие эти ролики. И все, и будет все хорошо. И прикрутить. Ну, пока можно положить сюда. Какая здесь стоит. Надо просто их открутить, как бы, и поехать в Юрва, вот прям, целенаправленно. И купить просто такие же, ну, подлиннее. Ну, вот такая вот кухня. Мне прям очень сильно нравится. Прям классно вообще. Нормально, да. А тебе свет вообще выключен, да? Да. У нас сейчас на кухне вообще темно, потому что на улице вообще темнота, как ночью. Ну, на кухне темно, говорю. На кухне-то светло. Красивенько, да, вообще прям? Да, прикольно. Максим по столешнице лазит у нас, как обезьянка. Здесь вот маленький кусочек я не доделал, потому что вот кусочек остался. Так вот, пока стоит. Где? Да, Коля не прикрутил его. Потому что вот этой штучки, потому что еще одной нету. А прикрутить я его не могу. Вроде что бы там докупить ее потом. А просто я если прикручу ее, то потом как я буду вставлять? Поэтому пока так лежит. И еще мы не показали шкаф. Давай. Шкаф вообще никто еще не видел. Шкаф не показывает. Как выглядит. Вот, кстати, стоят двери от шкафа. И вот так вот выглядит шкаф. Макс уже. Не скажи, как ему там покажи, что. Макс, ну я сейчас сначала вот так издалека покажу. Двери не поставили вот из-за того вот датчика. Вот. Да, это пожарная сигнализация. Если его убрать, то она, короче, сработает. Поэтому не получилось его убрать. Мы посмотрели, как его убрать. Что его убрать, там надо в подъезде, короче, выключать. Там, короче, геморроя столько, что, короче, я не смогу с этим разобраться. Поэтому придут люди, которые здесь это все устанавливали и нам все сделают, короче. Да, и потом здесь будут двери стоять. Ну а так вот такого шкафа у нас здесь, получается, будем вешать вещи там. Здесь покороче, то есть Макса, да, я думаю, здесь наши по длине вещи там. Здесь вот полочки, наверх будем что-нибудь складывать. Да, вот наверху очень много места. Ну и вот ящики, получается, выдвижные, они вот докуда выдвигаются. Вот нам надо вот так вот сделать, чтобы выдвигался ящик на кухне полностью. Да, да, совершенно верно. Давай сюда будем ложки складывать. Вот сюда я буду ходить. Там будет мой дом. Там розетка есть. Да ты чё? Даже розетка есть? Да. Ты там в телефоне будешь играть. Поглядите. Я не сочу. Да, мы знаем, Максим. Ну, короче, только шкафу еще будут. Вот с этой стороны вот так вот полочки выглядят. И здесь вот еще одна такая же труба, полочка. И все, и наверх. Наверх мы, наверное, разные коробки уберем, которыми не пользуемся. Что там? У меня зеркала вообще классные. Зеркала. А, вот с этой стороны не показывали. Да, прикольно. Вот такая вот дверка. Вот, дверь идут до потолка, да. Двери до потолка, а зеркало, ну, чуть-чуть от потолка и от пола будет расстояние. Ну, вот видно, я думаю. Хорош, какие дела, что я буду коробки таскать сюда, складывать здесь. Да, вот сюда вот. Сюда поставлю, там, вот сюда. Ну, да. Сюда вот можно аж до домофона, и туда тоже можно наверх. Ну, тут четыре ряда, поэтому раз, два, три. Все равно я сегодня не буду ничего раскладывать. Я сегодня только помою этот шкаф, потому что еще Макса надо завтра собрать садик. У Макса завтра бассейн. Ну, и плюс, пока я здесь все помою, очень много времени пройдет, я думаю. Потому что надо будет это все хорошенечко помыть. Давай некоторые коробки, которые легкие, сюда поставим. Коробок, кстати, я бы не сказала, что у нас прям так много осталось. Вот это все коробки. Ну, завтра будем разгребать шкаф, наверное. Да, сегодня. А, ну ты сейчас мне там заставишь, что я как мыть буду. Нет, я буду очень мясо ставить, что простые легкие, которые коробки... Которые я смогу перетащить сама, да? Да, вот они легкие, и я их не хочу вместоить. Ну, давай, давай. Потому что если я поставлю их вниз, то они раздавятся тяжелыми коробками. Ну вот, Коля все убрал, все коробки. Получилось у нас вот так. Здесь он тоже все заставил, не знаю, как я там буду мыть. Ну ладно. У нас снова завоздушило батареи. Коля спускает воздух. Ну, каждый день. Каждый день батареи холодные у нас, да. Здесь прям все ледяные. Нифига вообще, да? Вот здесь горячие уже. Нет, ну потому что сейчас она пошла уже. Просто воздуха очень много батареи. На кухне тоже холодная батарея. Уже что-то хромкошь. Хочешь кушать? А, Максим? Ну, приходят эти их не технологи, говорят, так и должно быть, короче. Конечно же, у всех же батареи холодные, да, надо каждый день воздух спускать. Я знаю, что тут, ну вот, мне иногда говорят, типа, ты злой такой, капец, да, вот когда это. А я такой думаю, а вот как у человека, вот когда приходит человек такой, говорит, ну, спустили воздух, ну, нормально эти появления. Ты такой стоишь и думаешь, нормально, то есть, это вот, ну вот, либо он считает меня, да, просто, ну вот, кем, да? Что я такой, а, нормально? А, они так делают каждый день. А я 30 лет жил и не знал, что надо делать так каждый день, да? Ну, это кем-то вообще. Мы что-то зашли домой, аж забыли, что мы что-то купили. Ну, есть какое было. Ничего не вытащили, не убрали, пошли сразу смотреть, что у нас там появилось нового. Это Макс. Макс, тут всякие, наклейка, наверное, тут опять. А я себе взял, ну, не трогательное зима. Ну, а тут, ну, в основном у нас. В основном Максим набрал, конечно же, себе молоко. Можно на балкон вынести пакет, вот этот побольше, который. Ну и все, остальное у нас молоко, поэтому мы взяли 10 титров молока. Я взял. А? Я взял. И ты взял. Максим взял себе еще вот такой вот уже на кассе молочный коктейль со вкусом ванильного мороженого. Да. Хочу попробовать. Ну, пробуй. Что там такое? За голову так схватился. Не знаю, открывай, посмотри. Наклейки, наверное. Погодите. Тут все не взлетелось. Аккуратненько открывай. В общем, ладно, я, короче, поехал. Заниматься машинами, потому что время уже много, капец. Ну, давай, езжай, мы тут. Я буду сейчас шкаф мыть. Макс, наверное, играть будет. Ну, что-нибудь. Пойдите. Вот такие вот тут наклейки интересные. А это пазл какой-то, видимо. Ты где? Или что это? Погоди. Это пазл. Ну, это, видимо, надо много собирать, чтобы тут что-то можно было собрать. Ну, надо много их собрать. Так, вот. Так. Одна часть есть. И давайте вторую. А это, мне кажется, не от этой картинки. Би-би. Это наклейка. Так, ну, в шкафу я все помыла. А у меня-то четыре мои комнаты. У Максима тут внизу комнаты. У меня, а? Образовались. Где я буду спать? Он даже туда подушку себе принес, смотрите. Одеяла не хватает. Смотрите, как я заману. Он там полностью прям совсем лежит. И еще маленько можно подвости. Да? Ну, здорово. Еще, говорит, вот у него комната, и вот здесь еще комната. Вот эта тоже мань. Да. Я тут понемножку уже начала раскладывать вещи разные. Сюда вот верхнюю одежду вешаем. Хотя бы уже есть куда повесить, повесить верхнюю одежду. Сюда, наверное, будем шапки, шарфики складывать, перчатки, варежки. Вот. Ну, в общем, там уже разберемся. Дома. Сюда перчатки все будем. Раскладывать уже будем завтра все, потому что... Я вот сегодня две коробки освободила. Вот пустые две коробки стоят. Надо их... Да, туда тоже складываю потихонечку. Ну, такое пока. Пока в ванной у нас шкафчиков нету. Я складываю сюда. Я сюда подыхну. Макс там спит уже. Спать пора ложиться. Сейчас будем разбирать наше постельное. Я вам диван разберу. Макс сказал, диван разберет. Я добренький сидел. Добренький. Боня уже спать ложится. У нас время девять часов. Боня уже начинает хотеть спать. Ага, она обычно начинает хотеть в десять. В девять. Она уже начинает вот так прикладываться потихоньку. Потом к Максу на кровать перелазит. В общем, я сейчас хочу разобрать вот эти коробки. Ну, разложить их, чтобы они были плоские. И уберу их на балкон, чтобы они места не занимали. Аккуратно. Здесь вот Максимкины две полочки. Все убрала здесь, кроме вот этой коробки. Ну, это потом уберем. Это котик пьедает. Да, это у нас новогодняя игрушка. Немножко сломалась. Ну, и котик пьедает. Ну, и вот сюда уже можно будет Максимкины игрушки складывать. Там наши вещи еще с Колей. Ну, мы потом их завтра перенесем туда на те полочки. И тоже место освободится. Максим будет туда складывать свои игрушки. Игрушек у него много. Вот коробка с игрушками там наверху. Я еще убрала вот эти три коробки. Они легкие. Вот. И я их туда пока поставила. Они, в принципе, пока не нужны. Мы ими не пользуемся. Ничего оттуда не достаем. Поэтому пока постоят наверху. Они нам пока не нужны. Да, все верно. А там что? Ну, вещи какие-то. В общем, у нас тут, в принципе, коробок еще много раскладывать. И он там будет дыхать, когда двери поставят. Максим ждет теперь, пока двери поставят. Ну, а мы будем заканчивать уже сегодняшнее видео. Боня, он там у нас лежит, отдыхает. Хвостик, смотрите. Боня очень не любит, когда ее хвост трогают. Вот такие пофигухи. Пофигухи, перерастающие в когтеточку. В общем, будем заканчивать сегодняшнее видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Поставьте лайки, пишите самые крутые комментарии. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok